Начался весенний призыв на срочную воинскую службу. В нашем городе в армию зачислено 20 молодых призывников. Они будут нести свой долг в воинских частях области. В церемонии приняли участие представители департамента по делам обороны области Абай и родители. С 1 марта этого года городские районы призывные комиссии под председательством заместителей Акимов приступили к весенней призывной кампании на срочную воинскую службу. Согласно плану, около 600 призывников по всей стране отправятся на охрану рубежей нашей Родины. Первая группа призывников, а их 20, в сопровождении военного оркестра были направлены в воинское зрение пограничной службы комитета национальной безопасности в Маканчинском районе. Все солдаты отправляются по договору. В настоящее время мы отправляем 20 наших солдат в пограничную службу комитета национальной безопасности. Претензий со стороны родителей не было. Со вчерашнего дня приезжают к нам и говорят, что хотят, чтобы их сын служил в армии. По словам Каната Шеребханова, в армию были призваны молодые парни в возрасте от 18 до 23 лет. Весенняя призывная кампания продлится до 30 июня. Каждый призывник прошел медицинское, психологическое и профессиональное обследование. Иду на службу подготовленным и с большим желанием. Обращаюсь к гражданам области Абай. Призываю их к добровольному выполнению своего долга перед Отечеством. У меня есть представление об армии. Большинство моих братьев военнослужащие. Работают на государственной службе. Я хочу пойти по их стопам. Я добровольно вступаю в ряды вооруженных сил. Я обещаю мужественно исчезти выполнить свой долг. Сколько наши предки воевали за эту землю. Надо оправдать их труд, защищать свою страну. На проводы будущих военнослужащих пришли и родители призывников. Они выразили уверенность в том, что служба в армии поможет юношам закалить свой характер и выполнить святой долг перед Отечеством. Я приняла участие в сегодняшнем мероприятии. Внук Дамир Русланула идет служить родине. Я очень рада. Я считаю, что каждый гражданин своей страны должен в обязательном порядке исполнить свой долг. Всем желаю успехов. К тому же есть множество привилегий для отслуживших в армии казахстанцев. Они смогут воспользоваться возможностью бесплатного обучения в вузах страны без прохождения единого национального тестирования. Для этого государству в 2023 году выделено около 3000 грантов. В этом году около 5000. Также предусмотрены такие условия, как отсрочка по уплате кредитов. Должен Шекерт Ханнаслан, Иртис Паев, Ертис Кучер Хан, Телеканал Семей.